Это мы не проходили, это вам не задавали. Партнер рубрики магазин Приморская мебель. Продажа и изготовление любой корпусной мебели на заказ. Фотопечать на посадах кухонь и шкафов купе. Всем привет! Воздушный шарик, главный атрибут любого праздника и постоянный герой нашей рубрики. Всем здравствуйте! Каких только экспериментов мы с ним не делали. И поджигали, и натирали, но сегодня с его помощью мы приготовим отличное блюдо для новогоднего десерта. И это блюдо окажется настолько экологически чистым и вкусным, что его можно будет съесть вместе с десертом, а может быть даже и вместо десерта. Кать, что нам понадобится? А для него нам понадобится воздушный шар и плитка шоколада. Берем воздушные шарики небольшого размера и надуваем. Одновременно с этим ломаем шоколад на небольшие кусочки. Наша задача растопить плитку на водяной бане. Пока шоколад топится, снова возвращаемся к шарикам. В целях гигиены нужно промыть их холодной водой, а потом покрыть тонким слоем растительного масла. Так, для того, чтобы впоследствии нам легко вытащить шарик из шоколада, нам нужно их немного смочить маслом. У тебя чистые руки? Ну, чуть-чуть в шоколаде. Ты их мыл давно? Да мыл я нормально все. Давай, чуть-чуть. Все, мы растопили шоколад и теперь начинается самое интересное, Андрей. Самое вкусное. Да, твоя задача простая. Смотри, раскладываешь листочки по тарелочкам. Так ты уже разложила. Да, действительно. Зачем я делаю работу за тебя? Давай. И сейчас я тебе покажу. И делаешь вот и нет, нет, нет. Пока подожди, нет. И ты должен сделать вот такие основания, на которых шарики впоследствии будут... Ой, наши тарелочки будут стоять. Вот так вот. Аккуратно опускаем шарик шоколад и следим, чтобы нижняя часть покрылась тонким слоем теплой массы. Чем больше окунете шарик, тем выше получатся края вашей тарелочки. Будьте осторожны, шарики – вещь хрупкая. Поэтому не пугайтесь, если это случится, Андрей. Не пугайся, если вдруг шарик сорвется. А если я испугаюсь? Ну, я тебе предупредила. Именно так у нас и получилось. Вот это не застал. Взрыв произошел. Ну, эксперимент не всегда просто бывает удачно. Бывают и такие моменты. Ничего страшного. Ну... Такая мелочь не может нарушить наши планы. Продолжаем делать тарелочки из шоколада. Теперь полуфабрикат нужно поставить в холодильник на 15-20 минут. Ровно настолько, чтобы шоколад застыл. Первая партия готова. Аккуратно надрезаем воздушный шарик, чтобы из него вышел весь воздух. Такую тарелку можно наполнить мороженым, фруктами, в общем, чем захотите. Мы остановились на мороженом. Наша тарелочка для десерта готова. Мы положили туда мороженое. Андрей, угощайся. А от имени нашей программы мы желаем вам хороших оценок и новых открытий вместе с нами. Поздравляем всех с наступающим Новым годом. И не говорите потом, что вы этого не проходили. Пока!